В 12 часов Белтеля радиокомпания начнет прямую трансляцию с Дворца Республики. Там работают сразу два корреспондентских пункта. Кроме того, в самом центре столицы, на проспекте Независимости, развернулась мобильная телестудия. Это площадка для диалога с делегатами, политологами и экспертами. И в таком формате, кстати, Белтеля радиокомпания выходит в прямой эфир впервые. И я передаю слово ведущему агентства теленовостей, коллегам. Это Юлия Перцова, Дмитрий Бачков. Здравствуйте. Еще раз доброе утро, Сергей. Мы, в отличие от вас, загорим, так как работаем на свежем воздухе в мобильной студии агентства теленовостей. И у нас новые гости. Это Наталья Никандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации, а также депутат и глава Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Здравствуйте. Вадим Анатольевич, Наталья Михайловна, добрый день. Вот, позвольте, с вас начну, потому что ведь какие пять основных приоритетов сейчас в этой программе развития до 2020 года, которые будут обсуждать делегаты Всебелорусского народного собрания, это инвестиции, экспорт, занятость, информатизация, молодежь на инвестиции на первом месте. А вы как раз за это отвечаете. Вот почему это так важно, я даже спрашивать не буду, это очевидно. Но каким образом привлекать? Вот вопрос. Есть ли какая-то стратегия у нас, которая позволяет надеяться, что мы нарастим вот этот объем инвестиций? Ну, во-первых, хочется сказать, что несколько символичен тот факт, что как раз вчера мы отметили пятилетний юбилей со дня основания Национального агентства инвестиций и приватизации. Спасибо. Мы тоже подвели наши небольшие итоги работы организации, наметили амбициозные планы. Сейчас, к сожалению, ситуация на внешних рынках сложилась не в нашу пользу. Конкуренция усиливается, поэтому мы сможем выжить только в том случае, если мы будем применять современные технологии, если мы будем использовать новейшие инновационные разработки. Только это позволит нам привлечь покупателя и позволит нам успешно продавать наши товары на внешних рынках. Но чтобы все это произошло, нам необходимо произвести модернизацию наших производств. Для этого необходимы ресурсы. И ключевым драйвером социально-экономического развития правительство выбрало, несомненно, инвестиции. Для того, чтобы это случилось, разработан целый ряд мер, чтобы бизнес-климат и инвестиционный климат, которые фактически являются одним и тем же, он стал более привлекательным. Для того, чтобы приходящие инвесторы на наш рынок, они были довольны тем, что они работают в Беларуси, для того, чтобы они могли свободно, как говорится, и успешно продавать свои товары. У нас сегодня созданы все условия для этого. В частности, мы делаем очень большую ставку на индустриальный парк Грейдстоун, который, как мы предполагаем, позволит привлечь инновационное производство, производство с высокой добавленной стоимостью. Это как раз планы на будущее. Чем мы по праву можем гордиться за прошедшие пять лет? Ну, если вспомнить прошедшие пять лет, то было сделано немало. Мы сегодня хотим сказать, что находимся на 44-м месте в рейтинге условий ведения бизнеса, которые ежегодно опубликует Всемирный банк. Это более высокие позиции, чем в странах-соседях. Мы сегодня считаемся страной с высоким интеллектуальным потенциалом. У нас очень высоко развита сфера информационных технологий, и на это сейчас обращают внимание в мире. Нам есть чем гордиться в этой сфере. Недавно прозвучали очень громко имена белорусских разработчиков программного обеспечения. Поэтому в этом направлении нам стоит... По сути, маленький вопрос. Видишь, что Вадим Анатольевич уже готовится итоги подвести. Но чтобы подвести итог тому, что мы сейчас услышали, может быть, в двух словах буквально. Вы назвали внутренние факторы как основные. Производительность труда, пересмотра отношения к тому, на что сделать ставку. Внешние условия. Евразийский экономический союз, потепление, по крайней мере, так скажем, отмена санкционного режима с западного направления. Вот это позволяет надеяться, что инвестиционные притоки станут более насыщенными? Несомненно, мы надеемся, что создание Евразийского союза, оно будет способствовать приходу инвесторов в Беларусь. К сожалению, так сложилась ситуация в связи с санкциями и контрсанкциями на Российскую Федерацию. Сегодня иностранный бизнес видит возможность реализации производства в Беларуси для того, чтобы распространять потом свои товары на территории Евразийского союза, получать статус товара, произведенного в Республике Беларусь. Это еще один шанс для нас использовать это. Это еще один. Да, абсолютно. Владимир Анатольевич, чем вы можете гордиться за прошедшие пять лет и как далеко закинем молот на Олимпиаде в Рио? Вы знаете, наверное, эфира не хватит говорить о том, что действительно, чем мы можем гордиться. Ну что, мы проявили чемпионат мира по хоккею. Мы видим, что Европейские федерации, мировые федерации выбирают Беларусь как площадку для проведения самых престижных соревнований. Мы завоевали пять золотых медалей на Олимпийских играх в Сочи. Этим действительно по праву можно гордиться. Один пример, мне кажется, он красноречиво расскажет, вот какая ситуация на стране, и это действительно могут оценить со стороны. Мы порой, знаете, все это как само собой разумеющееся, вот что мы имеем. Приезжали европейские лидеры ликотлетических держав на целую конференцию. Мы свозили их в театр, театр оперы и балета. Они были впечатлены, во-первых, уровнем подготовки артистов, вот шикарным, скажем, шикарным театром. Но в конце, вот, он с грустью немножко сказал, один из, я буду звать страну, сказал, вы знаете, у нас не могут позволить себе ходить, вот я видел много маленьких детей, семьи, пожилые люди. У нас это могут позволить только суперобеспеченные люди. Владимир Анатольевич, вы сегодня выступаете там, в Дворце Республики. Вот если в двух словах, главная мысль, которую вы хотите сегодня донести? Во-первых, все в наших руках. Я хочу сказать о отношении к своему здоровью, потому что здоровье на нас — это будущее страны. Ну что ж, спасибо. Да, и не можем, да, и не можем. Вот можно мне дополнить, не упустить поэзию. Поэзия будет. Может быть, четыре строчки хотя бы посвятите Всеборусскому народному собранию? А я думаю, что я сегодня, вот, давайте чуть-чуть... Услышим, услышим прямой трансляции. Спасибо. Спасибо большое. В нашей выездной студии были директор Национального агентства инвестиций и притеризации Наталья Никандрова, а также депутат глава Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Спасибо вам.